Народные приемные Практика, когда депутаты ведут открытый диалог с гражданами не в своем округе, а в Народной приемной, в Самаркандской области проводилась впервые. Эксперимент прошел удачно. О результатах говорят и цифры. Всего от 1170 граждан поступило 2500 обращений. Это действительно хорошая инициатива, потому что глава нашего государства для народа выделяет очень много внимания. И мы внизу, депутаты, исполнительная власть должна осуществлять эти все политики для улучшения жизни народа. Я думаю, что даже решив очень маленький вопрос в положительную сторону, доверие народа государству к политике, проводимой в нашей республике, будет увеличиваться. О доверии народа к исполнительным органам можно судить и по количеству заявителей в областное отделение Народной приемной. Среди них Фарагата Томурадова из Пастаргомского района. Женщина просит помощи у депутата в оказании финансовой поддержки. Ее 32-летний сын страдает циррозом печени. Требуется срочное хирургическое вмешательство. Возможности на дорогостоящую операцию у заявительницы нет. Единственным утешением и выходом из трудной ситуации является забота и поддержка государства, утверждает сельская жительница. Мы хотели прооперировать сына в Индии, однако во время беседы специалисты мне сообщили, что с развитием отечественной медицины такие операции можно проводить и у нас в стране. Выслушав мое обращение, принято решение выдать моему сыну направление на медосмотр. Также выделят деньги на его операцию. Положительно решился вопрос и городской жительницы Татьяны Кожовой. Ее обращение связано с благоустройством одноэтажного дома из восьми квартир. Вместе с соседями она просит отреконструировать аварийное здание дома. Сам дом очень старый и мы просим помощи решить вопрос с безопасностью нашего жилья. Ну вот сейчас уже сразу к нам отнеслись очень с вниманием. Был специалист наш, сейчас проверял, что наш дом не состоит, ни на каком учете историческим не является. То есть он подлежит сносу. И вот мы сейчас ожидаем человека, который придет с ГАСа и пойдет вот эта инспекция, пойдет посмотрит по факту, что там по факту, какое состояние дома. Прием народных депутатов также прошел и в Самаркандском районе. Подавляющее большинство обращений, поступивших от жителей 76 Махалей, касались вопросов электроснабжения, материальной помощи, жилья и банковских кредитов. С обращениями работали 30 депутатов района Вакенгаша. Конечно же хочется обратить внимание на то, что махалинские комитеты и помощники Хакимов на местах тоже должны работать более активнее именно на решении задачи. Не на то, чтобы просто поверхность обсуждать ее, куда-то отправить и на этом отписаться. Нет, вопрос должен быть решен до конца. И вот данное мероприятие здесь сейчас привлечены практически все депутаты областного Кенгаша. Эта инициатива, конечно, является очень хорошей, позитивной, но при этом решение некоторых вопросов желает лучшего. Я состою в женской тетради, умею шить, есть своя швейная машинка. Хочу начать свое дело, но немного не хватает денег и поэтому обратилась за помощью. Мне обещали помочь в предоставлении наличных денег в размере 5 миллионов сумм. Безусловно, для обеспечения прав и интересов человека прежде всего важно общаться с людьми, подробно изучить их жизненные проблемы и потребности. Такие приемы, организуемые в целях социальной защиты населения, правовой помощи молодежи и женщинам, считаются важной частью этого процесса. Депутаты единогласно приняли решение продолжить эту традицию и проводить приемы не реже двух раз в месяц. Редактор субтитров А.Семкин